Секундочку, давайте поподробнее, что сейчас произошло с 1 января этого года. С 1 января плата за коммунальные услуги выросла в 49 судебных федераций. Причем она выросла по разным причинам. А в среднем на сколько? Если говорить по субъектам федерации, то рост отличается от 10 минимальных показателей. Рост отличается от 10. Максимальный какой? Максимальный 225%. Идите и объясните людям, почему это они в январе или в декабре, в ноябре должны были платить такие деньги. Здесь на юнваре, феврале такой скачок. С ума сошли, что ли? Порядок наведите. Это можно быстрее. Платеж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. Приветствую всех, друзья. Сегодня вторая серия по теме ЖКХ. В первой серии я рассказывал о том, какие нарушения допускают в отношении нас с вами. Управляющие компании, ресурсные компании, оператор капремонта, ну и все остальные. Но вкратце напомню, такими нарушениями являются квитанции, которые не являются квитанцией в соответствии с законом. Лицевые счета, которых нет по сути. Ну и другие нарушения. Кому интересно или кто не смотрел, я оставлю ссылку в описании на тот ролик и на мою соцсеть. Там очень подробно все расписано. Сегодня я хочу поговорить о том, куда обращаться, куда жаловаться на такие нарушения. Прежде чем куда-то жаловаться, надо написать претензию, оно же заявление, в вашу управляющую компанию. Существует порядка 20-25 таких типичных, самых распространенных нарушений. Даже таких вот. Их можно назвать вопросами, которые нужно задать вашей управляющей компании, на большую часть из которых она вам не ответит. Не ответит по понятным причинам, просто потому что не может физически. У них столько нарушений, объяснить о них не смогут. Далее, значит, управляющей компанией. Понятно. Следующий адресат, так скажем, это администрация района. В администрации района нужно запросить сведения о том, кому принадлежит общее имущество. Вот, как я уже и говорил, что никто не обязан платить за то, что ему не принадлежит. Общее имущество вам не принадлежит, у вас нет на него документов, вы не должны за него платить. Чтобы это подтвердить, надо запросить всего лишь эту информацию администрации. Следующий шаг, следующий этап называется государственная жилищная инспекция. Почему туда нужно обращаться? Потому что, скорее всего, от вашей управляющей компании придет отписка. Либо вам вообще откажут в предоставлении сведений, либо в ответе будет написана ровно половина того, что вы запрашивали, а то и меньше половины. Поэтому следующий шаг это жилищная инспекция. Это такой всем известный надзорный орган, в который нужно пожаловаться. Пожаловаться на то, что вам не предоставляют то, на что вы имеете право. Приложив, соответственно, ответ из управляющей компании. Также я на данном этапе рекомендую, кроме жилищной инспекции, написать такой же текст параллельно прокуратуру. Можно города, можно района написать. Для чего пишется в прокуратуру? Ну, для того, чтобы тоже, это тоже надзорный орган, чтобы провели проверку, чтобы дали вам пояснение, законен, незаконен, отказ. Возможно, как-то повлияют они на то, чтобы, ну, хотя бы какой-то шаг был предпринят на ведение порядка, так скажем. Ну, и плюс вы поставите в известность прокуратуру о массовости нарушений, потому что это не только в отношении вас допущено, а в отношении вообще всех. То есть, вот такие два шага, скорее всего, они принесут уже результат. Часто бывает на практике так, что справляющая компания, затем прокуратура и жилищная инспекция, и, в принципе, вопрос решается. Ну, скорее всего, вам будут приходить значительно меньше суммы для оплаты услуг ЖКХ. Сильно подробно я не хочу на этом останавливаться, чтобы ролик затягивать. Вот, здесь я просто хотел пояснить о том, куда обращаться, что нужно сделать, что писать. Вот, редко, когда бывает, что и надзорники ничего сделать не могут. Вот, здесь я советую повторно к ним же обращаться, вот, и уже после этого обращаться в суд, когда у вас будет уже на руках соответствующий комплект документов, судья уже не сможет ничего сделать, вынесет в вашу пользу решение суда. О том, какие заявлять требования, какие формулировки писать, читайте либо у меня на странице, либо спрашивайте лички. На этом пока, наверное, сегодня я закончу. Всем спасибо, что смотрели. Будут вопросы, пишите. Всем удачи. Порядок наведите, это можно быстрее, понятно? Платеж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. Всем удачи. Продолжение следует...